МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аисты. Когда женщина спит, приносит аист, куда в рот запихивает, ребенок прорезает, и оказывается, в жемочке аист улетает потихоньку. Я видела, как они сначала из облака собирают, а потом электрошоком делают, и дают аистом, и они улетают. Мама говорит, что тебя не асту принесли, а я из капусты родилась. Вот мама меня водила. Мама рожает. Только папа говорил мне, что он рожает. Мама мне говорила, что женский и мужской волос встречаются, и из них получать за ребенок. Сначала было одно семечко и у папы, и у мамы. Потом она соединилась и стала ласти. Она рождает в больнице. Там родителям говорят, что у них будет ребенок, потому что мы родились в поликлинике, а некоторые вдруг на аистах прилетели. Например, когда я был маленький, я был в заводчике. Малыши в животике едят телеструбочку. Им нельзя ничего кушать, если она беременная. Потому что малыш в животике, он еще грудной. Им нельзя много кушать, а то ребенчик не поместится и будет маленький. Ну, беременным еще нельзя печеньки, ну, и яблоко, потому что дети еще не могут жестко грызть. Они на диете должны. Некоторые нельзя есть. Колбасу нельзя есть. Шоколад. Магмелад им нельзя есть. Еще она не кушает, если... Потому что она терпит, чтобы не родить их с возбума. Мой братик, кобетчик, он сразу ночью пык, и он уже, ну, вылез из животика. А что случится, если ты много всего съел? Да вообще 10 малышов хочется. Нельзя, чтобы немного бегали. Быстро бегали. А что случится, если будут бегать? Ребенчик внутри трясется будет. И родится, у него голова будет кружиться все время. Чей сильный ген, тому он передается. Я похож на папу. Я тоже на папу похожа. Зависит, как они родились, в какой они день. Если 10-го, то похоже, конечно же, на папу. Потому что смотря, кто их родил. Как-то получилось, что родился ты, а не какой-то другой мальчик. Мне повезло. Наверное, такая попалась. Как из киндера попадается. Они очень хотели, они очень ждали. Папа хотел меня особенно. И вот я родилась. А у других вообще детей нет. А я бы хотела себе 10 детей. Чтобы они на весь дом орали. Я бы спокою. А зачем людям дети? Чтобы не скучать, например. Потому что если у них не будет детей, то когда они, например, грустить будут. Потому что надо ребенка ладить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова